Друзья, всем привет! Ну как вы думаете, как вам Fav T77? Очень долго ждали этот интересный автомобиль Сейчас вы видите G-Li Cool Ray и, конечно же, Fav T77 В таком ярком желтом цвете Очень красивый дизайн автомобиля Действительно, решетка радиатора, кстати, сделана весьма очень хорошо, качественно Светодиодная оптика Противотуманные фары также присутствуют Колесные диски Резину давайте мы с вами посмотрим Наш любимый Link Long, господа Точно такой же 215-55, как и на моем Green Max, кстати Да, тот же самый Link Long Господа, ну за эту цену, мне кажется, это дороговато Переднее крыло 136 микрон Дверь 134 Задняя дверь 132 Пороги у нас не прикрыты за эту стоимость, так же, как и в Cool Ray Так, задние колесные диски Ну да, тормоза у нас обычные, невентилируемые В принципе, по комплектующим очень даже похожи на наш G-Li Cool Ray И задняя корма автомобиля Конечно же, напишите в комментариях, что интереснее для вас Как по мне, стиль Cool Ray очень европейский А Fav T77 все-таки немножко такой более азиатский Все-таки стиль Но при этом, опять же, друзья, я буду ругать всех производителей Которые делают аварийку и указатели поворотников в нижней части автомобиля Это ужасно Кстати, видно очень большой зазор с палец на задней крышке багажника Так, давайте выхлоп Выхлоп у нас вообще не виден в данном автомобиле Так, при этом кнопка открытия и задняя камера расположены в довольно-таки в нормальном положении Пачкаться этот автомобиль не будет Спойлер Не скрипит, не ходит И давайте замерим заднюю крышку багажника 130 микрон 130 В принципе, весьма нормально И здесь, вот смотрим, зазор намного меньше Палец у нас не проходит, здесь оно уменьшается По зазорам получается большой косяк В сторону FavTet 77 В принципе, смотрим, значит, стык заднего бампера сделан хорошо, прекрасно Никаких проблем нет Зазор двери Кстати, очень даже зазор похож на Geekul Ray Да, весьма Ну и, конечно же, мы видим кнопочку на бесключевом доступе Это предыдущее поколение в Geekul Ray у нас сенсор Поэтому, в принципе, мне кажется, Geekul Ray до сих пор является актуальным автомобилем За свои деньги, конечно же И, естественно, он стоит дешевле Мне кажется, правильнее сейчас купить именно Geekul Ray Чем FavTet 77 И обратите внимание, как складываются боковые зеркала Если припарковаться в узком районе Мне кажется, их очень будут быстро отбивать соседи При открытии дверей При этом, вот такой вот мини-маленький обзор Хромированные ручки, вы видите И, конечно же, Cherry VX Новенький автомобиль от бренда Cherry Как бы все не говорили блогеры, что это премиум от компании Cherry Все равно отдельный бренд, как бы, как говорят Но, кстати, 145 микрон боковая дверь Переднее крыло 130 микрон Задняя дверь 140 Хромированные накладки Зазоры, в принципе, нормальные О, здесь хотя бы он не ходит Так как ходит, спойлер, на Cherry Tiggo 8 Pro Ну, по зазорам, кстати, здесь намного лучше Все обстоят дела, чем в том же самом FavT 77 Задняя крыльчика багажника 122 143 139 Маленький дворник Заднего На заднем стекле Ну да, выглядит, конечно, интересно автомобиль Необычно Надо его тестить Удивительно, что все-таки здесь нету пластиковых декоративных накладок Мне кажется, с ними было бы более элегантный вид Друзья, не забудьте подписаться на канал Поставить лайк этому видео И написать, что же выберете вы FavT 77 или Geely Cool Ray Ну, все-таки я свой выбор сделал И я считаю все-таки Geely Cool Ray Самой оптимальной покупкой В 2020-2021 году Из китайских автомобилей Всем огромной удачи, здоровья И пока, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!